МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуй, Алматы! Здравствуйте, алматинцы! Это проект 1000 троп Алматы и окрестностей. И сегодня мы находимся с вами в Солдатском ущелье. Вадим, а почему ты меня так далеко от города? Ну, не так уж и далеко, всего 50 километров, каких-то 50 километров. А увез я тебя сюда, потому что хотел рассказать про очень интересный вид туризма, про который мы еще не рассказывали. Это беговой туризм. Я как раз хотела принять участие в Алатау-фестивале в двухдневном забеге. Да? Хорошо, пойдем, расскажем тебе. Так и есть. Мы сегодня гуляем по одному из треков Алатау-фестиваля, который состоится в предгорьях Зайлийского Алатау совсем скоро. 14 и 15 октября. Компанию нам составил Тимур Артюхин, один из организаторов этого интереснейшего события, не понаслышке знающий все прелести бегового туризма. Наверное, это одна из причин, почему в Грузии не так много забегов. На жареных шашлыках далеко не убежишь. А для того, чтобы пройтись по этому маршруту, мы из Алматы доехали до Талгара, а потом еще дальше, в сторону высокогорного курорта Акбулак. На седьмом километре после Талгара поворачиваем направо, к лыжно-биатлонному комплексу Алатау, который расположен как раз в Солдатском ущелье. Через 500 метров нам надо опять свернуть направо, к Этнаулу Гунны, потому что наш сегодняшний трек проходит не в самом Солдатском ущелье, а в соседних, Каменном и Новокаменном. Ну, давай начнем с того, что я далеко не спортсмен, да? Я женщина, имеющая двух детей, в коем-то веке захотела пробежать, да, фестиваль Алатау. И вот мне интересно, я со своими формами, со своими амбициями смогу это сделать? Любой забег, он, конечно, спортивный. Почему? Потому что есть первое место, есть второе, есть время, есть награждение. Но отличие спортивного от туристического и неспортивного, наверное, в первую очередь в целях самого человека. Если ты бежишь и хочешь улучшить свое время, ты хочешь выиграть первое место, выиграть призовые какие-то призы и так далее, то это спортивная составляющая. Таких людей на любом забеге, если это не профессиональное соревнование, единицы. Все остальные люди участвуют в забеге именно с целью туризма. Они хотят открыть для себя новую страну, новое место, если они живут в Алма-Ате, они сюда приезжают побегать, чтобы они здесь никогда не были, им интересно на это посмотреть. Заграничному гостю это интересно, он никогда не был в Казахстане, уж вообще, что это за страна, как тут живут люди. И повод приехать на соревнования очень сильный. То есть человек едет и знает, что есть соревнования, там, скорее всего, все будет сделано по правилам, как положено, все хорошо. Он едет и не боится. И дальше, после этого, начинает путешествовать в целом по стране. Когда и где появился этот симбиоз, точно неизвестно. К концу 20 века любительский спорт плотно вставал на ноги по всей планете Земля. Но пока в Советском Союзе трудовые резервы стремились к победам всех и вся, в далекой и буржуазной Америке придумали совмещать туристические походы с физкультурой, организовывая массовые забеги трусцой для всех, от домохозяек до клерков с Уолл-стрит, привлекая их красочными стартовыми номерами и финишными медальками на шею, причем заумеренный стартовый взнос. Таким образом, любой вчерашний домосед мог потешить свое самолюбие, пробежавшись по дну большого каньона на перегонки с такими же любителями колы, чипсов и бургеров. Большинство забегов, которые делают для любителей, они рассчитаны как раз так именно на человека, который никогда ничего не делал. Вчера встали с дивана и сегодня пошли на дистанцию. И таких людей большинство, около 70% на каждом соревновании, это люди, которые меньше 10 раз участвовали в соревнованиях. Поэтому бояться того, что человек никогда не участвовал или это вообще домохозяйка, которая никогда спортом не занималась, не стоит. Вокруг вас точно такие же люди. У нас очень много возрастных категорий и люди соревнуются со своими сверстниками. Чтобы занять первую тройку, конечно, надо регулярно тренироваться. Хотя бы 2-3 раза в неделю совершать пробежки, ну или хотя бы регулярно ходить пешком на работу с работой. Если мы говорим просто о преодолении дистанции и получении удовольствия, то здесь достаточно быть более-менее спортивным человеком, хотя бы раз в неделю ходящим в горы или бегающим, тогда эти дистанции под силу. И еще, почему он называется фестиваль, здесь можно не только бежать, но и идти скандинавской ходьбой. Время на преодоление дистанции дается очень большое, рассчитанное на то, чтобы даже человек, который идет пешком, смог в него уложиться. Как и ожидалось, к началу 21 века подобные мероприятия завоевали огромную популярность по всему миру. Ведь никто никого не заставляет бежать, что есть сил, проклиная вчерашний стейк и сигару с аперитивом. Попросту говоря, вам предлагают быстро прогуляться по красивейшим местам, подкармливая по пути здоровой пищей и сладостями. Попутно вы даже можете делать фотографии и выкладывать их в социальные сети. Конечно, если в этом месте есть связь, но это еще не все прелести. Посмотрите, вы можете приехать вот в эти вот прекрасные сады, пройтись, пробежаться по заповедным местам и при этом вам еще медальку на финише дадут, чтобы участвовать. И бассан дадут, и воду дадут. Ну да. Я буду, значит, всю, весь всю дорогу тогда вот так вот, как будто бы бегу, буду уже тренироваться. Мы гуляем по живописной тропке в предгорьях Заялийского Алатау всего в 50 километрах от Алматы и в 9 километрах от Талгара. Именно здесь, в Каменном и Новокаменном ущельях в середине октября уже второй раз будет проходить двухдневный фестиваль для любителей активного и здорового образа жизни. Чтобы вам, телезрителям, не напугаться, я проведу небольшое разделение. Есть спортсмены, это как раз вот те люди, которые посвятили себя добыче рекордов. Все остальные, которые занимаются физической активностью, это уже не спортсмены. Это физкультурники, зожники или, смотря по дате рождения в паспорте, ЛФКшники, клуб лечебной физкультуры. Вы потихонечку лечите себя, вы приобщаетесь к природе, потом вам хочется немножко большего. Так вот, как раз беговой туризм это как раз вот это вот то немножко больше. К завоеванию и освоению большего подталкивает и то, что подобный вид тропохождения занимает намного меньше времени, чем неспешные прогулки по окрестностям. Ты отправляешься на тропу налегке рано утром, пока все спят, а возвращаешься домой уже к завтраку. Причем эмоций и физической нагрузки твой довольный организм получил в количестве двухдневного похода. При этом довольные домочадцы, на которых у тебя времени хоть отбавляй. Как правило, у такого среднестатистического бегуна уже там один ребенок, стабильная работа. У человека более-менее выстроенный график и он себе может позволить раз в месяц или раз в квартал приходить на соревнования по воскресеньям. Как правило, к 35-40 годам человек начинает осознавать, что ведение нездорового образа жизни сказывается на том, что у него ножка болит, ручка болит, шея вот уже месяц как не поворачивается и надо браться за свое здоровье. Поэтому возраст 35 лет это, можно сказать, входной возраст в любительские соревнования. По статистике, вот если брать нашу статистику, то у нас 70% участников от 30 до 40 лет. Все остальные три человека, они попадают в категории 20-летних, 60-летних, 70-летних и так далее. Поэтому в 40 лет начать бегать это не то, что стыдно, это самое время. Но это там, за границей, возмутится добрая половина телезрителей. И они окажутся неправы. В нашем родном городе уже в шестой раз проводится городской марафон, ежегодно призывающий тысячи туристов приехать в Казахстан, пробежаться по Алматы и потом остаться тут на недельку, а может и больше. Вообще по всему миру городские забеги они самые популярные, они собирают большое количество людей. Это отличная возможность такого экспресс-тура по центру города. Ты пробегаешь, смотришь город и там вокруг тебя бежит 20 тысяч человек. В первую очередь человек выбирает интересный старт. Параллельно с этим он начинает думать, чем занять свою семью, которая едет с ним. Что здесь есть, куда можно сходить, что можно купить, что посмотреть и так далее. И получается, что человек приезжает вроде как ради одного соревнования, но попутно он еще оставляет в стране деньги на экскурсиях, на турах, на покупках, еде, проживании. Но на городском марафоне алматинский спортивный туризм не заканчивается. Тенгре Ультра внедорожный фестиваль, на который съезжаются гости не только со всего Казахстана и Средней Азии, но и из Америки, России, Китая, Индии, Польши, Германии и многих других стран. Приезжают они не только ради того, чтобы пробежаться по извилистой дороге вдоль реки Ильи и по бескрайним просторам среди цветущих маковых полей. С Тенгре у нас есть хороший пример, когда два товарища приехали только на Тенгре на четыре дня, а в итоге провели здесь три недели. И проехали половину Казахстана, короче, еще в Киргизию заехали, только потом уехали к себе обратно в Россию. Ну, как бы таких примеров хватает. Особенно, если человек летит откуда-то издалека, тратить кучу денег на перелет, визу, гостиницу и потом провести в Казахстане четыре дня, но не очень выгодно. То есть, как правило, такие люди минимум дней на 10 сюда приезжают. Кто-то перед соревнованиями здесь побегает, как-то акклиматизируется, потом бежит. Кто-то наоборот приезжает, пробегает соревнования, а потом со спокойной душой начинает путешествовать по окрестностям, смотреть город, область и так далее. И, конечно, грядущий Алатау-фестиваль, предлагающий вам две наилегчайшие трассы в 10 и 20 километров, проложенных среди яблоневых садов, березовых рощ и сосновых лесов. Причем в этом году вы можете не только бежать труссой, но и ехать на велосипеде, идти скандинавской ходьбой или просто болеть за ближнего своего. Вадим, спортивный туризм еще и знаешь, чем хорош? Тем, что ты можешь развлечение для детей придумать еще за недели две-три до его начала. Можно с детьми придумать такую игру. Дети, а давайте нарисуем плакаты болельщиков и готовиться прям, потом детей куда-нибудь выставлять на трассы, можно детям работу дать, там, стаканчики раздавать, собирать бутылочки или медальки одевать. Ты представляешь, да, ребенку какой кайф, да, от этого можно получить? Что ты не просто сам идешь, там, мама пошла бегать, дети, а вы будете наблюдать за мамой. Нет, можно детям целое развлечение придумать. Но самое главное, что на этой дистанции человек оставляет все свои негативные эмоции, всю свою злость, которая накопилась у него за неделю или даже за полгода, там, за год на рабочем месте в офисе. Правильно? Ну, ты представляешь, дети увидят тебя не борчащую, ворчащую, опять чай захотел, я же только помыла посуду, надо кушать, готовить, я только пообедала, там еще что, они верят маму или папу в другом свете, они пишут, вуу, на позитиве такая, у дети, а пойдемте к речке, а давайте грибы собирать, а давайте пройдемся, а давайте покричим с плакатами, ну, то есть мама на позитиве, родители на позитиве, потому что мама, вот что хочется, мама на позитиве, потому что мама весь свой негатив оставила на трассе. Еще раз хочется накапать пару капель успокоительного в этот спортивный коктейль, который мы предложили выпить нашим телезрителям с самого начала программы. Дело в том, что мы не говорим о спорте высоких достижений, это самый, что ни на есть, семейный вид отдыха. Любой человек, независимо от его конституции, доходов, положения в обществе и иных регалий может выехать со своей семьей на природу не ради лежания на шезлонге и поедания фастфуда. Не важно, это забег, велозаезд, чемпионат по перетаскиванию бревен, понимаешь ты, даже такие проходят, как мне кажется, во многих странах. Если вы видите слово чемпионат, да, конечно, это спортивное мероприятие, и это, естественно, может отпугнуть, да, человека, вот, который, ну, со спортом вообще не дружит. Как подружиться с физкультурой, как подружиться со здоровьем, да, со своим. Это вот, вот, как раз вот эти вот, такой вот спортивный туризм, о котором мы сегодня разговариваем. А мне хочется сказать нашим телезрительницам, домохозяйкам, женщинам, мамам, да, что не важно сколько у вас детей, двое, трое, первенец, да, главное, что вы должны понимать, что вы всегда в физической форме, вы всегда, вы любые дистанции можете преодолеть, вы можете это преодолеть пешком, вы можете это легким бегом преодолеть, да. Вы можете преодолеть это, везя перед собой коляску с вашим первенцем, понимаете, и таких участников все чаще и чаще можно встретить на этих соревнованиях. Самое главное, вы можете, вы главное, вы можете все на самом деле. Просто встаньте и начните. Итак, мы с вами уже выяснили, что отговорки типа «я уже не в том возрасте и у меня нет для этого времени» не подходят для отказа от перехода на новый спортивно-туристический вид жизнедеятельности. «Я не в той физической форме» тоже не подходит, потому что форму можно набрать в процессе приготовления борща и уборки квартиры. Можно же делать отбивные гантели или гири весом там, я не знаю, 20 килограмм, и все прекрасно. Борщ будет такой же вкусный, а бисепс будет очень крепкий. Нет, а когда женщина делает отбивные, мы же чем работаем? Мы работаем вот этим молотком. Ну, он легкий молоток, а представь, если он будет весить 20 килограмм. Все прекрасно. Все прекрасно. Качество борща не изменится, но качество женщины изменится намного. А или чтобы физнагрузку улучшить. Вот ты убираешься дома, ну, одень ты вот эти гантели 10-килограммовые на ноги, да, и промой полы, или проходи там, пропылесось. Мыть ее поло-шваброй в гусиной ходьбе. Давай, 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 мой, мой, швабра у тебя в руках. Мой, вот так, отлично. Вот манеж. Ребенка поднимаешь, хоп, ногу подняла, хоп, ногу опустила. Какие мышцы работают? Ягодичные. Прекрасное упражнение для домохозяек, для собирания раскиданного по дому лего. Это выпады. Сделала выпад, подняла, лего. Сделала выпад, подняла, лего. Сделала выпад, подняла, лего. У вас через месяц будут вот такие вот ноги. Вы сажаете ребенка сюда, на диван, и начинаете качать ноги. Ребенок качается, а вы качаете свои ноги. Это очень хорошее упражнение. У вас напрягается пресс, у вас работают ноги, у вас ребенок счастлив, а ваши глаза смотрят в телевизор. Вот это вот поток бизнес и фитнес идей, на которые нас вдохновило Солдатское ущелье. Представляете? Все. Фитнес для мамочек. И это не шутка. Уже давно в европейских странах существует тенденция проведения креативных и бизнес-встреч в виде динамических прогулок на свежем воздухе, а не за круглым столом в прокуренном помещении. Именно в таких условиях рушатся преграды из дорогих офисных костюмов, сотовых телефонов и ювелирных украшений. И рождаются оригинальные идеи в чистом виде. А ты выходишь, свежий воздух, у тебя раскрытые легкие, за спиной нет проблем домашних. Она заработала и сказала, лампочка эвника, а ты же можешь... В этом тебе никто не звонит и не говорит, что вот, давай, срочно, ты мне обещал, там, домой, ты должен быть та-та-та, тебе нужно туда-та, туда-та, там, все. Понятно, ты уже это дело отложил, у тебя мозг свободен, у тебя кислород в голове и у тебя вот эти тумберочки, пам, с лампочки, да, правильно ты сказал. Ну, тогда я могу сказать так, спортивный туризм, да, это хороший мотиватор на красивую и счастливую жизнь. Дальнейшие. Дальнейшие. Ты спортивно подтянут, у тебя новый круг друзей и у тебя еще много бизнес-решений, да, И при этом не нужно становиться чемпионом мира, да, в этом виде там, спорта, на который заточен вот этот туристический маршрут. Наш сегодняшний туристический маршрут был заточен на изучение трассы Алатау-Феста, знакомстве с местными коровами и дегустации яблок. Как обещали нам организаторы, они как раз поспеют к фестивалю и всем участникам предоставится возможность отведать полный ассортимент сортов, растущих в местных садах. Вот так вот можно вести репортажи туристической беговой тропы. Вкусно как, а? И не сказать ни слова. Вы будете слышать только чавканье, вот эти вот звуки и шорканье ног по листве. Все. Самая настоящая осень. Этим все сказано. Осенний забег. На этой кисло-сладкой ноте мы заканчиваем нашу прогулку. Это была лишь малая толика красоты, которую увидят участники предстоящего фестиваля во время пешей прогулки, пробежки или велосипедной поездки по живописным тропам. Надеемся, что все участники будут помнить, что тропы эти заповедные и на них не останется ни одного следа пребывания человека разумного. Ну а вот мы с вами прошли 10 километров по тропе, по которой совсем скоро пробегутся сотни любителей спортсменов. Из Солдатского ущелья в Каменно и в Новокаменное ущелье, в котором мы находимся сейчас. А на этом, пожалуй, все. Нам пора тренироваться. Поехали!